Дорогие друзья, мы продолжаем знакомить вас с оборудованием для переработки фруктов, овощей, вашей продукции. Очередное решение турецкого производителя компании Yuzermak. Оборудование, которое позволит решить вопросы в переработке ягод, овощей. Можно произвести джемы, морсы, соусы, овощные супы и многое другое. Сейчас мы поговорим с директором по продажам компании Yuzermak. Продолжение следует... Продолжение следует... Скажи, как нам правильно посчитать, допустим, емкость данного устройства на сколько-то литров? А как считать правильно производительность клиенту, чтобы он понимал? Вот если емкость, допустим, такая-то, значит, производительность может быть в час такая-то. На примере чего-нибудь. Продукты, к примеру, когда к нам обращается клиент и говорит, 80 литров у вас рабочий объем, сколько он будет делать, значит, варок в час? Во-первых, я должен спросить у него, что за этот продукт и примерный рецепт, так как влияет на это, что? Первое, это ингредиенты. Второе, это температура ингредиентов изначально. Третье, это сам рецепт. Сколько градусов, сколько надо продержать этот период. Третье, сколько ингредиентов будут добавляться после. Давай на примере какого-то продукта, чтобы понимание просто было у людей. Да, если мы говорим о стандартном джеме, к примеру, который варится из натуральных продуктов, без добавления, скажем, крахмала или чего-то остального, более натуральный, то с легкостью он набирает температуру, причем еще он такой маленький, компактный, свободно может нагревать, ну, необходимо и выдерживать, и измельчать. За 15 минут можно добиться первой варки при использовании натурального сахара, при использовании натуральных ингредиентов, это ягоды и овощи. При емкости бака, допустим, там, какой здесь литраж, вот данная машина? Здесь 80 литров. Вот 80 литров. Мы заполняем сколько, 30% объема или полностью? Нет, у него до горла идет вообще сам геометрический опус, у него равен 110 литрам. Так, то есть мы 80 можем заполнять? Да, да. Значит, 80 мы заполняем сырья, и, соответственно, 20 минут у нас цикл примерно первой варки мы можем добиться. Естественно, еще на что влияет? Одно, можно все загрузить за крышкой и сразу варить, у вас будет намного короче, но если у вас после загрузки, после какого-то времени необходимо еще ингредиенты, каждый ингредиент дополнять, то это все занимает какое-то время. Понятно, то есть примерно в один час мы можем добиться 2,5-2,5 цикла варки. С легкостью. С легкостью. Здесь еще необходимо ответить, есть такие рецепты у клиентов, которые полностью запрещают попадание влаги извне. То есть это и паром, и водой. В этом случае, когда мы используем паровую рубашку, естественно, времени понадобится минимум в 2 раза больше. Потому что одно дело это прямым впрысляемый продукт, второе дело это через рубашку. Через рубашку всегда это будет занимать больше времени. Цикл, какая самая маленькая модель, которую логично было бы покупать людям, которые только стартуют в вопросе переработки? На самом деле у нас очень широкий спектр рабочих объемов наших миксеров. Не будем учитывать, брать во внимание лабораторный вариант на 2 литра. Начнем сразу с промышленных объемов. Это у нас 40 литров. Очень компактная машина 40 литров. И причем, когда мы говорим, что литраж меньше, необходимо учитывать, что по-любому он будет варить быстрее из-за своих объемов маленьких. Потому что форсунки пар под тем же давлением поступают туда. У нас идет значит 40 литров, 60 литров, 80 литров, 170 литров, 400 литров, 800 литров и 1200 литров. Отлично. Все эти миксеры, самая главная фишка, объединяет одинаковые функции. То есть у большого миксера приоритета перед маленьким. Они собираются необходимыми. Одинаковым, только меньшим. Да, это очень важно. Единственное, у крупных миксеров добавляется, опять же, значит, в роли опционально добавляется одноматчный загрузчик. Так как объемы очень высокие и очень большие, и высота загрузочная тоже высокая. Значит, нам необходимо, чтобы подключить данную машину, это электричество. Электричество трехфазное, пар. Пар. Какой расход пара? Расход пара от каждого оборудования. К примеру, на 80 литров, это у нас около 100 килограммов пара в час. Понятно. Естественно, сжатый воздух, электричество и вода. Сжатый воздух нам нужен для управления всевозможными пневматическими системами, которые здесь есть. Естественно, также мы закачиваем очищенный воздух в котел для легкого опорожнения. И быстро опорожнять ничего не остается. И опорожняется уже через... Различные виды опорожнений. Это как ручной режим. Ну, естественно, если здесь будет насос, ставим перед насосом специальный фильтр, чтобы в случае, если попадание какой-то металла, чтобы не убить насос, он задерживается в фильтре. Далее ставится насос в буферной емкости. То есть весь комплекс. Здесь вы можете видеть миксер. Его можно комплектовать плунжером-гомогенизатором. Его можно комплектовать диспергатором или же эмульсификатором, как его называют. Буферными емкостями. Можно делать ротацию. То есть куйма. Здесь у него по автомату у всех стоят расходометры на воду. На очищенную воду, что по рецепту. Но есть клиенты, которым необходимо забирать какой-то сироп дополнительный. И для этого сиропа мы узнаем клиента его вязкость. И в соответствии с этой вязкостью снабжаем дополнительный расходомер для него, чтобы клиент не мучился при загрузке вот этого жидкого. Отмерять, загружать. Естественно, это зависит от объемов. Чем больше миксер, тем больше необходимость ставить автоматику. Причем цена, соответственно, уже повышается. И для клиента уже это не так сильно бьет по карману, как маленький миксер и дорогущий расход. В зависимости от количества воронок. Воронки для жидких, воронки для сухих. Для сухих воронки обусловлены вибромотором и сеткой. Для сухих это обычные воронки. В зависимости от воронок и опций добавляются естественные функции. То есть необходимые кнопки. В каждом оборудовании есть меню, где мы составляем непосредственно рецепт. И в каждый рецепт меняется от количества воронок или дополнительных функций, появляются дополнительные столбики. Мы здесь можем задавать 30 шагов, к примеру, по умолчанию, 30 шагов и 30 рецептов. Можем увеличить, так нет проблем. В каждом рецепте у вас можно забор воды контролировать, время варки, температуру, забор воды, забор жира или другого компонента. Какие обороты ножей, какие обороты скребков. То есть полная рецептура от начала до конца. Давай скажем очень важный момент, что у вас есть тестовая лаборатория на заводе. И вы проводите полную тестировку продукта с ингредиентами, с клиентом, с их технологами. И потом это все прописывается уже в меню. Да, мы можем показать там в меню. У нас есть и маленький котел на 2 литра, и есть на 40 литров в лаборатории. То есть мы встречаем клиентов, покупаем ингредиенты, которые не стоит, к примеру, их везти со стороны заказчика. Обычные, стандартные. А если что-то у них там, порошки какие-то или какие-то ингредиенты, которые недоступны в Турции, они привозят с собой. С утра до вечера мы с ними полностью все варим. Они специальные чашки есть, они забирают в лабораторию, в себе, в страну. То есть здесь не нужно бояться клиенту, что он будет один на один с машиной. Да, да. Причем можно мыть шлангом все это IP. То есть защищенность полная. От пыли, от воды, то есть полный комплект. Шнайдер электрика, Сименс электрика. То есть SMC идет, Эндерхаус идет, расходомеры. Зиковские, значит, идут сенсоры. То есть все топ за свои деньги. Причем самое главное, самое главное преимущество, это то, что у нас огромное количество различных миксеров в наличии. То есть срок производства самый короткий. Когда я клиенту говорю, мне нужно 10 дней для отгрузки, он просто в шоке. А мне эти 10 дней нужны для чего? Первое, это залить меню. Оно по умолчанию на английском. Если в Россию надо русское меню залить. Если обратно загнать его на тестирование, под высокими давлениями, которые превышают норму в 2-3 раза, все это прогнать, записать на видео, отправиться это почистить, поставить его в ящик, который уже прошел фумигацию стандартную, и уже отгружать его в ленту. Это очень большой плюс в наши дни, когда наши конкуренты дают от 12 месяцев и больше. Скажи, пожалуйста, для персонала, который обслуживать будет, всегда клиент наш спрашивает, ну вот такая машина, сложная, где же я возьму такого специалиста, который мог бы ее обслуживать? Насколько это сложная машина? Ну, я так скажу, здесь, если человек просто умеет читать, это уже достаточно. Не нужно каких-то специальных языков. Здесь все расписано по кнопкам. То есть защита от дураков здесь есть? Сто пудов. Здесь есть, к примеру, вы не можете в меню выбрать в том шагу обогреть и охлаждение, а оно исключает одно другое. То есть здесь невозможно ошибиться. Есть как электрическая, то есть система аварийного выключения, так и механическая. Если по какой-то, я не знаю, по какой-то причине откажет электроника, то сработает механическая остановка. Хотя до сегодняшнего дня, вот, к примеру, данный клапан для сброса давления, мы его еще никогда не видели, чтобы он где-то сработал. Уплотнитель, очень важная часть уплотнитель, торцовый уплотнитель вала ножей. Это часть, где держит колоссальное давление. И как высокое сверхдавление, так и отрицательное давление. Большие температуры, огромные нагрузки от продукта. Мы разработали специальный уплотнитель с водяным контуром охлаждения, двойной, который позволяет ходить по 5-6 лет без никаких замен. Причем, это на продуктах с большой объемом содержания сахара. Сахар, он сам и тягучий, и тяжелый, но еще он является абразивом. То есть, он выдерживает. У нас есть очень много клиентов, которые производят тоже, к примеру, скажем, растительное сгущенное молоко, где на 50% загружается сахар. Если это 800 литров, то это 400 килограммов сахара. И он работает уже без перерыва 4 или 5 лет. Ну, что хочу сказать. Я хочу поблагодарить за подробный рассказ о машинах. И хочу сказать нашим зрителям, если вы решили получить дополнительную, добавленную стоимость из своих продуктов, если у вас есть замороженные ягоды, если у вас есть какие-то овощи, и вы хотите получить новые продукты, которые дадут возможность вам выйти на более широкий рынок, получить какое-то превосходство над вашими конкурентами, обращайтесь, компания подскажет вам решение, поможет с технологическими вопросами, подберет оборудование. Это все будет очень оперативно и очень качественно. Мы завод посетили. Действительно, работы ведутся на высоком качестве. Достойная линейка машин. Очень профессиональная команда. Оборудование позволяет работать не только со свежим, но, естественно, с замороженным сырьем, как, в принципе, работает весь мир. Профессионально на замороженном входящем сырье. Поэтому вы можете на этой машине работать круглый год, не останавливаясь. Спасибо большое. До встречи новых. До встречи. Спасибо.